Если у человека есть важный вопрос, от которого жизнь зависит, тогда надо говорить. Если нет, нет смысла болтать. Жизнь зависит в плане того, что я работаю над ошибками своего характера, и у меня процесс очень медленный. Все, я понял. Вот теперь я понял ваш вопрос. Работать над ошибками своего характера не надо. Это очень плохое занятие. Оно разрушает жизнь человека. Человек не должен работать над ошибками характера, потому что характер дан Богом как наказание за плохие поступки. Вот представьте, допустим, я стою в углу и работаю над углом. Что над ним работать? Нужно что-то делать, чтобы Бог тебя выпустил из угла. Нужно что-то хорошее улыбаться родителям, говорить, мама, папа, я вас люблю. Это называется молитва, прославлять Бога. Или, допустим, ты стоишь в углу, но при этом что-то хорошее делаешь, уже неплохо для начала. Но если человек стоит в углу и что-то там над собой как-то работает, то это означает самоедство просто. Нужно один раз сказать себе, что я плохая, что я неправильно сделала, и 10 раз делать что-то хорошее. Вы находитесь в депрессии. Депрессия означает нет воли действовать. И вот этим надо заниматься. Для начала надо начать ходьбу длительную, потом пост на воде. То есть надо включать в себе волевой фактор. Мы сегодня на лекции будем об этом говорить. Как? Чтобы простить человека или быть прощенным, для этого надо не с этого начинать. Нужно начинать с образа жизни. Потому что не хватает сил просто, правильное отношение с другом. Не хватает сил. У вас не хватает сил правильно действовать. Поэтому выбирать неправильный путь. Это копаться в своих недостатках и мучить себя за это. Это неправильный путь. Нужно один раз сказать себе как надо. И дальше это делать. Просто делать добрые дела. Вот допустим, человек говорит, я жадная. Один раз можно. А потом 10 раз делать что-то такое, что побеждает жадность. То есть дарить что-то кому-то еще. Вот так вот, например, надо жить. Спасибо большое. И это не называется работа над характером. Это называется просто жизнь. Добрая, хорошая жизнь. И как только человек заслуживает чего-то хорошего в жизни, он сразу же это получает. Но для этого нужны силы. А силы берутся от природы. Нужно длительное движение, йога, пост на воде или другое неподвижное положение. Тело в храме, допустим, стоять неподвижно молиться. Вот это отдает силу человеку жить. У вас нет сил жить. Это состояние сознания называется депрессия. Вот эта депрессия побеждается природой. А потом дальше добрые дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова